В эфире библейский портал Экзегет. Как привить духовные ценности обществу потребителей? Действительно, сейчас кажется, что мы все дальше и дальше погружаемся в такое мировидение, которое становится общим, где главное – это потребление и, соответственно, приобретение для этого возможности, то есть денег. У Господа есть прекрасная притча, изложенная в Евангелии от Луки о безумном богаче, это 12 глава, где очень точно показан характер стяжателя. Большой урожай не привел его обладателя к тому, что он ищет с кем поделиться. Он говорит, сломаю старые житницы и построю новые. То есть, сколько бы у человека ни появлялось, он просто расширяет свои ожидания. Он как бы входит в другую категорию людей, и там опять ему мало. Опять надо построить все больше житницы. И самый страшный в этой притче он говорит слова своей душе. Душа моя, много богатства у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Жизнь этого человека должна закончиться безумной в эту ночь. Душу-то возьмут от тебя, говорит ему Господь. А по-славянски более такое страшное слово – истяжут, то есть выдернут буквально из тебя душу. Жизнь твоя закончится. Кому все это достанется? О чем ты жил? И как в вечной душе можно сказать – покойся, ешь, пей, веселись. Неужели душа ест и пьет? С этим невозможно никак справиться, если человек сам себя не будет ограничивать. Апостол Павел называет сребролюбие идолослужением и корнем всех зол. Потому что если человек служит мамонне, как сам Христос сказал в Евангелии, то он же не может служить второму господину. Христос не будет его господином. А мамонна, как символ богатства, напомню, это ханаанское божество. Это имя ханаанского божества, которому молились и приносили жертву его богатствия, о деньгах. Вот невозможно и то, и другое. Как с этим быть? Мы же не можем, как монахи, дать обет нестяжания. У нас есть семьи, дети, мы должны их кормить, мы должны планировать их обучение. Как с этим быть? Вы знаете, очень хороший совет мне в моем детстве дал мой папа, который тогда еще был человеком некрещенным. Однажды мы с ним проходили мимо нищих. Он опустил руку в карман, достал сколько было денег и отдал им. И потом мне сказал Федя, иногда надо себя проверять. Отдай столько, сколько попадет в руку. И если тебе будет жалко, значит ты в плену. А нельзя человеку быть в плену у денег. Вот удивительно, еще тогда некрещенного Александра, умер он уже крещеным в 90-м году, удивительный христианский совет. Ты все время себя должен проверять. Насколько ты от этого свободен? Проверить можно только раздавая милостыню, только помогая другому. Если ты отдаешь на храм, я напомню, что на храм мы отдаем десятину со своих доходов, или передаешь эту боку другим образом, через милостыню, не обязательно через храм это делать, но ты возвращаешь эту боку. Таким образом, ты до конца, конечно, страсть с ребролюбой не преодолеешь, но ты ее очень сильно угасишь. И таким образом, ты придашь смысл своему остальному заработку. Ты не будешь в плену, и он будет на месте. Ты им будешь обладать, а не он тобой будет обладать. Поэтому милостыня, помощь другим, это обязательная часть просто ради самосохранения души христианина, которая должна быть. Обязательно отдавать милостыню. И интересно, что в Библии мы многократно встречаем такие удивительные слова. Когда небесный вестник, ангел, является какому-то очередному человеку, святому, избранному Богом на какое-то служение, он произносит такие слова «молитвы и милостыни твои дошли до Бога» или «воспомянуты пред Богом». То есть бывает, что человек долго молится, молится, и вроде бы нет ответа. Господь его воспитывает. И вдруг он его получает. Он получает его за молитвы и за милостыни. Поэтому для того, чтобы преодолеть своим, прежде всего, детям и себе, у себя сохранить, вот эти евангельские заповеди о внутренней свободе, все мне позволено, ничто не должно обладать мною. Не должны деньги мною обладать. Я должен подавать милостью. Я должен обязательно с кем-то делиться. Тогда это меня не взорвет изнутри. Иначе это просто меня сожрет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...